Накануне состоялось торжественное открытие выставки под названием «Триумф семян». На ней можно было увидеть семена и плоды не только культурных растений, которые мы могли уже встречать ранее, прогуливаясь по родному городу, но и дикорастущие растения из разных континентов. Семена дуба Авраама, лотоса, мушмулы и многих других. Чтобы посетителям было более интересно и они могли подробнее узнать об экспонатах, представленных на выставке, организаторы приложили немало усилий, чтобы она состоялась, любезно и увлекательно рассказали о каждом виде. Здесь показан казатик или ирис сибирский, вот его цветки, вот его плоды. Каждый вид семян и плодов растений по-своему уникален. Все экспонаты хотелось посмотреть поближе и прочитать историю, связанную с ним, чем и были заняты гости выставки. Наша выставка «Триумф семян», она, наверное, на этой выставке больше всего представлена флора Беларуси, нашей родины и растения, которые мы часто не замечаем и не обращаем на них внимания. Наша задача – привлечь внимание к ним, обратить внимание на них не только как на источник вдохновения, наверное, и пищи, но и посмотреть немножко другими глазами. Ведь действительно, каждая семечка – это уникальный объект, который можно рассматривать и долго. Более 300 экспонатов украсили зал Краеведческого музея. Здесь были миниатюрные образцы, и чтобы можно было посмотреть их более детально, подготовили микроскоп. Также на открытии присутствовал Сергей Савчук, заведующий лабораторией флоры и систематики растений Института экспериментальной ботаники, который провел презентацию многотомного фундаментального издания «Флора Беларуси». Мы считаем, что это будет для широкого круга посетителей. Она очень важна, потому что она делает экологическое воспитание и повысит экологическую грамотность населения. Потому что, как можно говорить, что можно читать там много раз, но лучше один раз увидеть, потому что потрогать не удастся, поскольку это экспонаты, часть нашей коллекции, которая является национальным достоянием Республики Беларусь. Она у нас, это коллекция семян, она входит в состав гербарии и образована в 1936 году. И она содержит более 3000 образцов семян наших местных растений, дикорастущих. Их где-то столько же или чуть больше растений, которые произрастают на других материках и континентах. У нас есть эндемики Австралии, тоже есть растения-рекордсмены. Например, плод самого большого, толстого дерева в мире, это плод Баобаба. Желающих погрузиться в путешествия по миру флоры было немало. Они с интересом рассматривали каждый экспонат и делали снимки на память, чтобы понравившийся остался в галереи. Ведь человек фотографирует то, что ему нравится. А тот, кто не успел прийти на открытие выставки и чья галерея еще пустует, может не расстраиваться. Еще есть возможность посетить ее до 15 декабря в Брестском областном краеведческом музее. Полина Роцевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.